Приветствую всех слушателей! Продолжаем онлайн-курс «Библиография просто о сложном». Сегодняшнее занятие посвящено рассмотрению темы «Библиографическая ссылка на электронные ресурсы». Наряду с печатными изданиями к объектам составления библиографической ссылки относятся электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляются как на электронные ресурсы в целом, электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы, так и на составные части электронных ресурсов, разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.д. Посмотрим, как это оформляется на конкретных примерах. На текущем слайде представлена библиографическая ссылка на ресурс в целом, ссылка на сайт. Ссылка включает следующие элементы. Заглавие. После двоеточия приведены сведения, относящиеся к заглавию. Выходные данные. Указан год создания сайта. Примечание. Включающий электронный адрес и дату обращения. Рассмотрим следующий пример. На слайде представлена ссылка на часть ресурса. Ссылка на раздел сайта. Главное отличие от предыдущей ссылки в том, что вначале указана составная часть, а после приведен ресурс в целом. Данные составной части включают автора и заглавие. После знака две косые черты приведены сведения, относящиеся к ресурсу в целом. Заглавие. Сведения, относящиеся к заглавию. Выходные данные. Примечания. Отметим, что ссылки на электронные ресурсы составляются по общим правилам описания библиографических ссылок, с учетом некоторых особенностей. Рассмотрим эти особенности более подробно. В элементе примечания приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующие последовательности. Системные требования. Сведения об ограничении доступности. Дата обновления документа или его части. Электронный адрес. Дата обращения к документу. Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется специальное программное обеспечение. Например, программа для просмотра изображения, видео, звука, чтения определенных форматов документа и т.д. Сведения об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке. Например, ссылки могут оформляться на документы из баз данных Стандарт Плюс, Гарант, Консультант Плюс, Вайли, Шпрингер и т.д. При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого документа их указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата обновления», «Дата пересмотра» и т.п. «Дата» включает в себя день, месяц и год. Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа невозможно установить дату публикации или создания, то следует указывать самые ранние или самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят сведения о режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» используя для обозначения электронного адреса аббревиатуру URL. Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу. После слов «Дата обращения» указывают число, месяц и год. Таким образом мы рассмотрели особенности составления библиографической ссылки на электронные ресурсы. Тема следующего занятия в рамках курса «Библиографическая ссылка на новые виды медиаресурсов». Спасибо за внимание!